Сегодня международный день ледоваров. Так называются люди, которые заливают и реставрируют лед на ледяных аренах и катках с помощью специального комбайна. Как он работает, расскажет Анна Кучеренко. 123 года назад американский инженер изобрел ресурфисер или ледовый комбайн. До конца сеанса осталось 5 минут. Давайте с ним познакомимся. Ледовый комбайн живет вот здесь, в этом гараже с 2008 года. Он здесь такой один на катке, незаменимый. На нем ездят два водителя с самого открытия катка. Кстати, хочу сказать, что не каждый сможет залезть на эту машину и ей управлять. Для этого нужны специально обученные люди, потому что здесь много кнопок, которые отвечают за качество льда. Я бы с удовольствием сама на нем прокатилась или взяла интервью у двух ледоваров, которые на нем ездят, но, к сожалению, они отсутствуют. Знания мне свои передали, все рассказали, как здесь устроено, рассказываю и вам. В общем, вот сюда заливается горячая вода для того, чтобы когда машина катилась по льду, она делала ровный слой и эта вода горячая быстрее замерзала на льду. Также есть выдвижная щетка, которая счищает снег. Есть специальная снегоуборочная конструкция. Этот снег затем попадает вот в такое отделение, и когда снега тут достаточно, машина заезжает в гараж, и снег попадает прямиком вот в эту яму. Здесь можно обратить внимание, внизу горячая батарея, снег топится, и машина выполняет свои функции по новой. Ровный лед на катке раньше удавалось создать благодаря проходящим подо льдом охлаждающим трубкам, а на выравнивание льда вручную у трех-четырех человек уходило от полутора часов в день. Теперь, благодаря умным машинам и, конечно же, тем, кто ими управляет, лед равняют за 10 минут. Анна Кучеренко, Дмитрий Рядькович, ТСВ.